Аркам ТВ представляет Сихр. Что это и как от него защититься? Часть первая. Сихр в Коране и Сунне. Алхамду лиллах, раббил ааламин, والсалату والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Амма بعد. Сегодня мы продолжим тему о джиннах, которую мы начали несколько месяцев назад. Всем вам было отправлено письмо со ссылкой на прошлые лекции, чтобы сегодня вам не пришлось повторять то, о чем мы уже говорили. Если вы не слушали предыдущие лекции, то, пожалуйста, найдите их на YouTube и послушайте, ведь сегодня эта информация уже не будет повторяться. Тема сихра, то есть колдовства, неразрывно связана с джиннами. Эти темы тесно переплетены, ведь колдовство невозможно представить без понимания того, что собой представляют джинны. Таким образом, невозможно понять, что такое сихр, без понимания того, кто такие джинны. Эта тема обширна. Клянусь Аллахом, одной лекции не хватит, чтобы раскрыть ее. Скорее всего, нам придется продолжить изучение этой темы в будущем, ведь в ней на самом деле есть, что обсудить. Для начала мы определим, что такое сихр с лингвистической точки зрения. Затем перейдем к двум основным историям о сихре, которые приводятся в Священном Коране. А затем, на основе этих историй, мы поговорим о том, что собой представляет сихр. Итак, что такое сихр с точки зрения лингвистики? С точки зрения лингвистики, сихр — это то, что скрыто от нас, и то, чего мы не понимаем. Именно поэтому в арабском языке темноту ночи называют словом сахр. Ведь мы не знаем и не понимаем, что происходит в темноте. Также предрассветный прием пищи называется сухур, потому что мы едим в темноте ночи. Слово сухур имеет общий корень со словом сихр не из-за того, что он как-то связан с колдовством, а потому что мы едим в темное время суток. А это время на арабском называется сахар. Ведь мы не видим и не знаем, что происходит в темноте. Таким образом, сихр — это нечто, что мы не можем объяснить и не можем понять причину, почему это происходит. Это языковое значение данного слова. Что же касается религии, то с ее точки зрения сихр — это обращение к джиннам за помощью, чтобы сделать что-то, что для нашего мира кажется сверхъестественным. Джинн сделает так, чтобы что-то случилось, а из-за того, что джинны невидимы для нас, мы не сможем понять, как это случилось. Для тех, кто не изучает ислам, это будет совершенно непонятно. Поэтому колдовство называется сихр. Прежде чем мы перейдем к сути, давайте остановимся на двух основных коранических историях о колдовстве. Первая, самая известная история о сихре — это история Мусы, алейхиссалям. В Коране есть множество аятов, в которых говорится о колдовстве. Например, «Мы явили фараону все наши знамения, но он счел их ложью и отказался». Он сказал, «О, Муса, неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством? «Мы непременно покажем тебе такое же колдовство». «Назначь же срок для нашей встречи, где мы будем иметь равные шансы». И Муса, алейхиссалям, сказал… «Чтобы собраны были люди в предполуденное время». «Это примерно девять или десять часов утра». Фараон отвернулся и собрал свои козни и пришел в назначенный срок. Это были аяты из суры Таха, а в суре Ас-Ю'ара Аллах сказал… «Фараон разослал по городам сборщиков». «Что должны были сделать эти сборщики?» Они должны были привести к нему всякого знающего колдуна. Не просто каких-то посредственных колдунов, а лучших из лучших. Профессионалов своего дела. Колдуны пришли к фараону, в его дворец. И из истории понятно, что они уже договорились между собой о своих планах и сказали фараону… «Если мы одержим верх, то нам полагается вознаграждение». Даже несмотря на то, что они говорили с самым влиятельным человеком в мире на тот момент, они все же хотели знать, что они получат за свою работу. Фараон ответил «Да, вы станете одними из…» «Из приближенных». То есть в будущем у них будет больше возможности. Если они справятся с этим, то получат то, что хотят, и займут высокое положение. Об этом сказано в сурах «Аль-Ма'ида» и «Аль-А'раф». Теперь давайте вернемся к суре Таха. Итак, с одной стороны колдуны, а с другой стороны Муса, алейхиссалам. И он говорит им «Горе вам! Не возводите навет на Аллаха». То есть он обвиняет их в мошенничестве. Он говорит им «Вы лжете! Не лгите перед Аллахом и не возводите на него ложь, будто бы вы владеете какими-то способностями». Муса, алейхиссалам, обвинил колдунов в мошенничестве. Это очень важно. Он указал им на то, что их способности не настоящие, и они только притворяются, что у них есть какие-то силы. Поэтому Муса, алейхиссалам, говорит «Бойтесь Аллаха и не возводите на него навет, утверждая, будто вы обладаете сверхчеловеческими или даже божественными способностями». Колдуны собрались и сказали «Кто из нас будет первым?» И Муса, алейхиссалам, ответил «Бросайте вы». И вот колдуны бросили свои веревки и посохи. И затем сказали «Во имя могущества фараона мы непременно одержим верх». Они не взывали к Аллаху. Это еще один важный момент. Колдуны никогда не взывали к Аллаху. Они взывали к кому-то помимо Него. В данном случае они воззвали к ложному Богу. Ведь кем себя называл фараон? Он называл себя Богом. Поэтому они воззвали именно к ложному Богу. И Всевышний Аллах сказал… И тут ему представилось, что их веревки и посохи пришли в движение от их колдовства. А в другом аяте он сказал «Они очаровали взоры людей». Это указывает на то, что не во всех, но в некоторых случаях магия на самом деле не является реальной. Это иллюзия. Ведь согласно этому аяту их веревки не двигались. Они очаровали взоры людей. А согласно другому аяту, с помощью своего колдовства они лишь создавали видимость того, что их веревки двигаются. Веревки на самом деле не двигались. Но колдовство заставило людей подумать, что они пришли в движение. Кстати, уличная магия очень простая. Вспомните, что сделал Муса, алейхиссалям. Он превратил свой посох в настоящую живую змею. Фараоны и его приближенные видели это. Однако они не были колдунами. Прежде колдуны не видели этого чуда. Им сказали, что Муса, алейхиссалям, может сделать так, чтобы его посох показался змеей. Поэтому они заверили фараона, что они способны сделать то же самое. И придумали свой план. Когда колдуны бросили свои веревки и посохи, те даже не начали двигаться, не говоря уже о том, что им не удалось превратить их в змей. Просто их колдовство заставило людей подумать, что веревки на самом деле двигаются. Когда Муса, алейхиссалям, увидел это, то сам начал беспокоиться. Он почувствовал в душе страх. И Аллах сказал ему… Это указывает нам на то, что колдовство может быть настолько сильным, что может заставить беспокоиться верующих и даже пророков. Муса, алейхиссалям, знал, что это ложь. Он не верил в колдовство. Однако оно было настолько сильным, что он сам задумался о том, удастся ли ему одолеть колдунов. Но Аллах сказал ему, не бойся, ты одержишь верх. Брось то, что у тебя в правой руке, и оно поглотит содеянное ими. И когда Муса, алейхиссалям, бросил свой посох, не просто показалось, что он зашевелился, а он превратился в огромную живую змею. Он стал настоящей живой змеей. Мы знаем, что дальше произошло нечто удивительное. Когда колдуны увидели эту змею, то в тот же момент пали ниц. «Фаулкия сахарату сужжеда. Калу ааманна бирабби Харунау Муса». Когда колдуны, которые были профессионалами в своем ремесле, увидели, что сделал Муса, алейхиссалям, то осознали, что это не просто колдовство, а истина. Это создание жизни. Из самых худших людей они вмиг превратились в лучших из лучших. Конечно же, это унизило фараона. Вы можете себе это представить? На тот момент они представляли высший слой всего египетского общества. Кстати, во времена древнего Египта колдовство переживало один из периодов своего расцвета. Древний Египет был просто окутан колдовством. Аллаху известно об этом лучше, но моя личная гипотеза заключается в том, что никогда в истории человечества такая огромная группа колдунов не работала вместе над одним проектом. Тем более над проектом такого высокого уровня. Египет был известен своим колдовством. И в целом, колдуны никогда не сотрудничают. Точно так же, как не сотрудничают и члены мафии. Им достаточно того, чем они занимаются поодиночке. Теперь же появился кто-то намного более влиятельный. Фараон, который готов платить им большие деньги за сотрудничество. Он собрал команду из лучших специалистов во всем мире. В обществе, которое по сей день славит своими высокими достижениями в колдовстве. Все они сейчас работают вместе. И вот все, на что они способны. Они пали ниц прямо на глазах у фараона, увидев чудо Мусы, алейхиссалям. Тем самым унизив его. Они отвернулись от фараона и сказали, «Мы уверовали в Господа Харуна и Мусы. Фараон был тираном. Поэтому все, что он мог сделать, это убить их всех». Но посмотрите на веру этих людей и как она окрепла буквально за одну секунду. Они сказали, «Делай, что хочешь». Это сотворил настоящий Господь, и мы вернемся к Нему. Фараон сказал, «Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, чье наказание суровее». И колдуны сказали, «Не беда. Воистину мы возвратимся к нашему Господу. Наши души будут возвращены к Нему, а не к тебе». Это указывает на то, что колдовство – это своего рода иллюзия. На самом деле, колдовство не может вызвать ничего сверхъестественного. То, что делают колдуны, может показаться нам сверхъестественным. Но в действительности это не идет ни в какое сравнение с могуществом Аллаха. Что бы ни делали джинны или колдуны, все это совершенно банально и незначительно по сравнению с могуществом Аллаха, Субханаху и Тааля. Как только мы поймем, что такое сихр и кто такие джинны, то, клянусь Аллахом, мы перестанем их бояться. Я постоянно повторяю, что одна из целей этих уроков заключается в том, чтобы вы перестали бояться джинов и колдовства. Изучая эту тему глубже, вы будете бояться их не больше, чем змей или какого-нибудь хищника. Ваш страх станет понятным и естественным. Вы не будете бояться чего-то сверхъестественного. Сверхъестественный страх не может исходить из сердца истинно верующего человека. Из истории Мусы, алейхиссалям, мы узнали, что сихр существует. И что один из его видов – это просто обман человеческого взора. Это не значит, что колдовство не может вызвать нечто реальное. Возможно, есть другой вид колдовства, который на самом деле может заставить предметы двигаться. Можно подумать, что такого особенного в том, чтобы заставить веревку двигаться. Это звучит так скучно и банально. Дело было не в том, чтобы заставить веревку двигаться, а в том, чтобы очаровать взоры миллионов людей. Вот какого масштаба достигло это колдовство. Конечно, некоторые виды сихра способны на нечто более сильное, чем просто привести веревку в движение. Но мощь этих колдунов была в том, что они создали массовую иллюзию. Они очаровали взоры тысяч, а может даже миллионов людей. Это была их сила. Однако они не могли создать жизнь. Поэтому, когда они увидели живое существо, то в ту же секунду приняли ислам. Вторая история более актуальна для нас. Это история пророка Сулеймана, алейхиссалям. Она приводится в 102-ом аяте суры Аль-Бакара. Это самое явное упоминание о сихре во всем священном Коране. Поэтому нам нужно рассмотреть эту историю подробно. Всевышний Аллах говорит. То есть это рассмотреть мир. «Я прочитал весь аят, потому что он очень важен. Мы посвятим как минимум 15 минут этому аяту, разбивая его на части и подробно изучая каждую из них». «Итак, это сура Аль-Баqara, аят 102. Обязательно запишите это, чтобы вернуться и прочитать его в контексте. В предшествующем Ему аяте Всевышний Аллах говорит, что иудеи отбросили Писание Аллаха и вместо этого последовали чему-то иному. «Когда к ним пришел посланник Аллаха, подтверждающий правдивость того, что было у них, некоторые из тех, кому было даровано Писание, отбросили Писание Аллаха за спины, словно они не знают истины». Чему же они последовали? «Вместо того, чтобы следовать Писанию Аллаха, они последовали за тем, что читали шайтаны в царстве Сулеймана». Вместо того, чтобы следовать Корану, они последовали тому, что читали шайтаны во времена Сулеймана. Что же читали шайтаны во времена Сулеймана? Есть множество мнений на этот счет, но мы не будем все их перечислять. По-видимому, имело место то, что шайтаны во времена Сулеймана, или, согласно другому мнению, сразу после его смерти, заявили, что они якобы обладают его знаниями. Согласно другому толкованию, они заявили, что раскрыли секреты Сулеймана. О каких секретах идет речь? О том, как Сулейман, алейхиссалям, управлял джиннами и животными? Возможно, многие из вас знают, что Сулейману, алейхиссалям, было дано то, чего не было дано никому другому. Ни одному человеку или пророку не было дано то, что было дано Сулейману, алейхиссалям. Он обратился к Аллаху с мольбой «О Аллах, даруй мне власть, которая не будет подобать никому после меня». Слово «мульк» в данном случае означает не только царство, но и власть. И Аллах ответил на его мольбу «Тогда мы подчинили ему ветер», а также всяких шайтанов. В другом аяте говорится о том, что ему была дарована способность говорить с животными. «И собраны были к Сулейману его воины из числа джиннов, людей и птиц». Сулейману, алейхиссалям, была дарована способность управлять джиннами, животными и ветром. Поэтому после того, как Сулейман умер, или, согласно одному из мнений, еще при его жизни, шайтаны заявили, что они раскрыли его силу. Шайтаны сказали, что Сулейман, алейхиссалям, владеет черной магией, что он управляет джиннами благодаря колдовству. Всевышний Аллах сказал, что во времена Пророка, салаллаху алейхиссалям, группа людей отвергла Коран. И вместо этого последовало за тем, что читали шайтаны во времена Сулеймана, алейхиссалям. Затем Аллах защитил Сулеймана, сказав, что Сулейман не был неверующим, неверующими были шайтаны. Этот аят очень трудно понять без контекста. Поэтому я вернусь немного назад, чтобы объяснить вам его смысл. Итак, история такова. Это только одно из ее толкований. У нас нет времени рассматривать их все. Говорили, что во времена Сулеймана джиннам каким-то образом удалось выбраться из-под его контроля на шесть месяцев или даже больше. Это одно из мнений иудеев, и многие исламские ученые приняли его. Джинны воспользовались тем, что он отвлекся, и избавились от его контроля. Они начали клеветать на Сулеймана и распространять о нем слухи, чтобы люди потеряли к нему уважение. Одним из слухов было то, что Сулейман являлся колдуном, и что он управлял джиннами с помощью сихра. Всевышний Аллах сказал, что некоторые иудеи верили в это. И вместо Корана они последовали тому, что говорили шайтаны. Поэтому Аллах защитил Сулеймана и сказал, что Сулейман не был неверующим. Это указывает на то, что занятия колдовством и вера в него делают вас неверующими. Джинны обвинили Сулеймана, мир ему, в том, что он был колдуном, а не в том, что он был неверующим. Аллах защитил его, сказав, что он не был неверующим. На основе этого ученые пришли к выводу, что занятие колдовством и вера в него – это неверие в Аллаха, Субханаху ва Та'Аля. Сулейман не был неверующим. Неверующими были шайтаны. Почему они были неверующими? Они обучали людей колдовству. Итак, откуда произошло колдовство? От джиннов, а не от Сулеймана, алейхиссалям. Сулейман управлял джиннами не с помощью колдовства, а посредством силы, которую Аллах даровал ему. Аллах подчинил ему джиннов, а не колдовство. И что же делали джинны? Они обучали людей тому, что было неспослано двум ангелам в Вавилоне. Харуту и Маруту. Давайте остановимся здесь. Это очень глубокий аят, в нем скрыто очень много информации, поэтому давайте рассмотрим его по частям. Что такое Бабель? И кто такие Харут и Марут? Опять же, существует множество мнений на этот счет. Некоторые из которых восходят к тому, что говорили иудеи и христиане. А также их можно найти в нашей литературе. К сожалению, некоторые из наших ученых передали то, что не является правдой. Но я поделюсь с вами этим мнением, потому что его часто можно встретить в толкованиях Корана. Итак, это мнение возвращается к библейской истории, которая известна некоторым из нас и очень распространена среди наших соседей и христиан. Согласно Библии, двое ангелов высмеивали людей и говорили, посмотрите на этих людей, какие же они скверные. Мы бы справились намного лучше них. Мы не верим в эту историю, но Аллах якобы сказал им, если бы я превратил вас в людей, отправил вас на землю и дал вам людские искушения, то как бы вы поступили? И ангелы якобы ответили, что они были бы намного лучше людей, поклонялись бы Аллаху и не ослушивались бы Его. Поэтому, согласно этой легенде, Аллах отправил на землю двух ангелов в образе людей. И их звали Харут и Маарут. На земле они увидели красивую женщину, не смогли удержаться и совершили самые ужасные грехи. Согласно Библии и иудейской традиции, в наказание они были превращены в звезду. Этой истории нет ни в Коране, ни в Сунне. Она встречается только в библейской литературе. Но некоторые из наших ученых взяли ее. И, к сожалению, ее можно встретить и в исламских книгах. Однако у этой истории нет никакой основы. Итак, мы не верим в то, что какой-либо из ангелов был превращен в человека. Но в Коране ясно сказано, что на землю спустились два ангела. Их звали Харут и Маарут. Они спустились в город под названием Вавилон. «Они обучали людей тому, что было ниспослано двум ангелам в Вавилоне – Харуту и Мааруту». Где находится Вавилон? В Ираке. Говорят, что Вавилон – это самый древний город в мире. До него не существовало города такого же уровня, как Вавилон. Мы сейчас говорим о древних временах. О временах до появления Ибрахима, Мусы и Сулеймана, алейхимуссалям. Всевышний Аллах рассказывает нам о том, как появилось колдовство. Иудеи во времена Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, последовали тому, что было ниспослано в Вавилоне – Харуту и Мааруту. Что же им было ниспослано? Есть множество мнений, но я считаю, что внимание заслуживают только два. Первое мнение, которое мне кажется правдоподобным, заключается в том, что Всевышний Аллах отправил на землю двух ангелов со знаниями о том, как связываться с джиннами или контролировать их. Эти ангелы были отправлены в Вавилон, и им было позволено обучать колдовству всех, кто этого пожелает. Однако ангелы предупреждали каждого, кто приходил к ним. Воистину мы являемся искушением. Не становись же неверующим. Но если человек все же настаивал, то они обучали его. Таким образом, эти ангелы были искушением от Аллаха. Они открыто говорили об этом и никого не обучали, не предупредив, что человек станет неверующим. «Они обучались у них тому, как разлучать мужа с женой». Но никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. Колдовство не может быть могущественнее Аллаха. Поэтому они не могли никому навредить без позволения Аллаха. «Они обучались тому, что приносило им вред и не приносило им пользы». В колдовстве нет никакой пользы, в отличие от алкоголя. Ведь Аллах сказал, что в нем есть польза, но вреда в нем больше. Что же касается колдовства, то в нем нет ни капли пользы, а только один вред. «Они знали, что тому, кто обучился этому, нет доли в последней жизни». Они буквально покупали эту жизнь за счет следующей. «Скверно то, что они купили за свои души, если бы они только знали». Итак, это было первое мнение. Оно заключалось в том, что два ангела были отправлены как испытания, чтобы обучить людей колдовству. Ангелы обучали людей этому ремеслу после предупреждения, говоря, что тот, кто обучится ему, станет неверующим. И что Аллах сделал их искушением. Однако народ Вавилона настаивал на том, чтобы обучиться колдовству. Таким образом, те, кто обучился, стали первыми колдунами в истории человечества. И все колдовство, существующее сегодня, каким-то образом возвращается к тому, что было неспослано в Вавилоне. В колдовстве существуют разные учения. И они все берут свое начало в Вавилоне из тех знаний, которым ангелы обучили людей напрямую. Это было первое мнение. Второе мнение – это слегка измененная версия первого. Это мнение передал Ибн Аббас. Также оно встречается в толковании Ат-Табари. Наверное, оно будет более понятным для нас. Одному Аллаху известно, какое из них верное, потому что они оба являются сильными. Итак, второе мнение. Ибн Аббас сказал, что сами ангелы не обучали никого колдовству, а сообщали людям о группе джиннов за пределами Вавилона, которые могут обучить их колдовству, если они отправятся к ним. То есть ангелы сообщали людям, где находится племя джиннов. Поэтому ангелы не обучали людей колдовству, а говорили, мы являемся испытанием от Аллаха, и мы можем сообщить вам, где вы можете обучиться колдовству. Но если вы туда отправитесь, то станете неверующими. Поэтому мы предупреждаем вас, чтобы вы не шли туда. Но если вы будете настаивать и отправитесь обучаться колдовству, то станете неверующими, и узнаете только то, что принесет вам вред. Вы продадите свои души шайтану, и у вас не будет доли в последней жизни. Единственное отличие между первым и вторым мнением заключается в том, обучали ли ангелы людей к колдовству напрямую, или же они отправляли их к джиннам. В основе ангелы были отправлены в качестве испытания, и неважно, обучали они людей напрямую или нет. Аллах ясно сказал, что ангелы Харут и Марут были отправлены в Вавилон в качестве испытания. И они прямо говорили людям «мы являемся искушением, не становитесь же неверующими». Кстати, это указывает на то, что Всевышний Аллах будет испытывать нас точно так же, как Он испытывал иудеев. Он испытал группу сынов Израиля, запретив им ловить рыбу по субботам, чтобы проверить, насколько они искренни. В течение нескольких недель после того, как Аллах запретил им работать по субботам, рыба приплывала именно в эти дни. Кто-то спросит, для чего нужны эти испытания? В чем их смысл? И мы ответим, что мирская жизнь является испытанием. И все мы имеем легкий доступ к грехам. Абсолютно все. То, что грех так легко доступен, не может быть оправданием. Всевышний Аллах испытывает нас искушениями, которые окружают нас. И Он испытал народ Вавилона еще большими искушениями, чем те, что окружают нас. Он испытал их настоящим колдовством. Таким образом, неважно, обучали ангелы людей колдовству напрямую или нет, но факт остается фактом. Колдовство берет свое начало в Вавилоне. А знание о нем пришло от ангелов, которые либо обучали, либо направляли людей туда, где те могли обучиться колдовству. Этот аят содержит много полезных уроков. Самый важный из них для нашей сегодняшней лекции состоит в том, что обучение колдовству, занятие колдовством и вера в него является неверием. Невозможно быть мусульманином и при этом заниматься колдовством и верить в него. Это абсолютно ясно из данного аята. Ведь куфр упоминается в нем несколько раз. Сначала Аллах отрицает неверие Сулеймана. Затем Аллах утверждает, что шайтаны были неверующими, так как они обучали людей колдовству. Таким образом, даже просто обучение колдовству делает вас неверующими. Затем ангелы говорят, мы являемся искушением, не становитесь же неверующими. Представьте себе, обучение колдовству и его изучение делают человека неверующим. Что же тогда говорить о занятии колдовством и вере в него, если даже обучение колдовству и изучение колдовства является неверием? Чем же тогда может быть занятие колдовством и вера в него? Задумайтесь над этим. Если простое изучение и обучение – это куфр, то что же насчет практики и веры? Следовательно, правильное мнение заключается в том, что тот, кто практикует и верит в это темное ремесло, не является мусульманином. Его можно назвать идолопоклонником или язычником. Итак, история Сулеймана, алейхиссалям – это вторая история о колдовстве, которая упоминается в Коране. Аллах сказал, что Сулейман не был ни колдуном, ни неверующим. Колдовство произошло от неверующих шайтанов, обучавших людей колдовству, которому ангелы прямо или косвенно обучали людей в Вавилоне. Теперь рассмотрим один из хадисов, который затрагивает много вопросов и проблем. Но он будет особенно полезен для нас в контексте сегодняшней темы. Людей сбивает с толку то, что многие отвергают этот хадис. Однако его приводят Аль-Бухари и Муслим в своих сборниках. В этом хадисе говорится о том, что наш Пророк, салаллаху алейхиссалям, подвергся влиянию колдовства. Муатазелиты и многие другие отвергают это. Но мы, как приверженцы сунны, принимаем хадисы, если их цепочки достоверны. В сборниках Аль-Бухари и Муслима есть множество повествований о том, что наш Пророк, салаллаху алейхиссалям, однажды был околдован. Аиша, да будет доволен ею Аллах, передавала, что Пророк, салаллаху алейхиссалям, был околдован. И ему казалось, что он сделал что-то, в то время как он этого не делал. Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказала об этом очень аккуратно. Из других книг нам известно, в чем было дело. Дело было в том, что Пророк, салаллаху алейхиссалям, просыпался по утрам, думая, что ему нужно совершить полное омовение. Так как ему казалось, что ночью он имел близость с женой. Хотя это было не так. Шайтаны особенно сильно любят играть с этой сферой нашей жизни. В случае нашего Пророка, салаллаху алейхиссалям, ему не снились никакие сны. Но ему казалось, что он совершил нечто естественное и дозволенное между мужем и женой. Однако Аиша, да будет доволен ею Аллах, говорила ему, что ему не нужно совершать большое омовение. Это был максимальный эффект колдовства. Оно не затронуло ничего больше. Оно не повлияло ни на откровение, которое не спосылалось ему, ни на его религию, ни на его связь с Аллахом. Единственное, на что был способен этот колдун, Лабид ибнуль-Асам, который в то время считался сильнейшим из колдунов, это заставить Пророка, салаллаху алейхиссалям, предположить, что он совершал нечто дозволенное. Тогда как он этого не делал. Если бы такое колдовство было совершено против другого человека, то оно могло бы убить его. Но что касается нашего Пророка, салаллаху алейхиссалям, то эффект колдовства был настолько минимальный, что он только предполагал, что совершил нечто дозволенное, хотя он этого не делал. Колдовство не могло заставить его даже подумать о запретном. Его предположения касались только дозволенных вещей. Это ключевой момент в этой истории. Люди говорят, как наш Пророк мог быть околдован, хотя нужно просто прочитать и понять эту историю. Влияние, которое колдовство произвело на нашего Пророка, салаллаху алейхиссалям, всего лишь заставило его думать, что он совершил нечто дозволенное. Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала, что Пророк, салаллаху алейхиссалям, усердно взывал к Аллаху с мольбой, а затем обратился к ней и сказал, «О Аиша, Аллах внушил мне, как я могу вылечиться. Ко мне пришло двое. Это были ангелы. Один из них сел у моей головы, а другой у моих ног. Тогда один из них спросил другого, «Почему этот человек страдает?» Тот ответил, «Он околдован». Первый спросил, «Кто околдовал его?» Второй же ответил, «Лябид ибнуль Аасам». Давайте здесь остановимся. «Лябид ибнуль Аасам» был главным и самым сильным колдуном Медины, к которому обращались люди. Он происходил из одного иудейского племени и был известен своим колдовством. Итак, далее первый спросил, «В чем находится колдовство? Что он использовал?» Второй ответил, «Он использовал расческу и волосы, собранные с нее, а также внешнюю оболочку пыльцы мужской финиковой пальмы». В арабском языке это одно слово, но в русском ему нет аналога. Он положил предметы колдовства в эту высохшую оболочку. Далее первый спросил, «И где же они?» А второй ответил, «В колодце Даруан». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, отправился к этому колодцу, а когда вернулся, рассказала Аише, «Пальмы рядом с этим колодцем выглядят словно головы шайтанов, а вода в нем темная и кровавая». Аиша, да будет доволен ею, Аллах спросила, «Вытащил ли он оттуда предметы колдовства?» И Пророк, салаллаху алейхи вассалям, в одной передаче этого хадиса ответил, «Нет. Аллах исцелил меня от этого недуга, и я боюсь, что если я вытащу его, то оно может принести еще больший вред». Поэтому он приказал разрушить этот колодец. Из этого хадиса можно извлечь множество уроков. В первую очередь, то, что вера и богобоязненность сами по себе не могут на сто процентов защитить нас от колдовства. Скорее, они могут свести к минимуму влияние колдовства на нас. Как же наш Пророк, салаллаху алейхи вассалям, мог быть околдован? Он ведь идеальный пример верующего человека, и никто не может даже приблизиться к нему. Однако по мудрости, известной одному Аллаху, он позволил нашему Пророку, салаллаху алейхи вассалям, испытать на себе влияние колдовства. Это указывает на то, что вера и богобоязненность сами по себе не могут на сто процентов эффективно защитить нас от колдовства. Однако они минимизируют его влияние на нас. Таким образом, общее правило гласит, чем крепче твоя вера, тем меньше колдовство сможет на тебя повлиять. Твоя вера – это барьер между тобой и колдовством. Чем сильнее твоя вера, тем слабее колдовство может на тебя влиять. Мы ясно видим это на примере нашего Пророка, салаллаху алейхи вассалям. Как колдовство повлияло на него? Максимум – это то, что когда он просыпался, ему казалось, что ночью он совершил нечто дозволенное. Это самые банальные наущения. Он не чувствовал физической боли, недомогания, не испытывал запретных фантазий. Для нашего Пророка, салаллаху алейхи вассалям, это было самым обычным раздражением. Ему казалось, что он должен совершить большое омовение, тогда как ему не нужно было этого делать. И все это было по причине колдовства. Также этот хадис учит нас тому, что чаще всего колдовство совершается с помощью каких-то частей тела, того, против кого направлено колдовство. Конечно же, не нужно отрезать никакие части тела, чаще всего используются волосы и ногти. Волосы и ногти чаще всего используются в целях колдовства. Также для этого используют одежду. Это то, что используется обычно, но это не обязательно. Колдовство может быть совершено и без них. Этот хадис также учит нас, что один из основных способов борьбы с колдовством – это мольба Всевышнему Аллаху. Аиша, да будет доволен ее, Аллах рассказывала, что Пророк, салаллаху алейхи вассалям, усердно просил Аллаха об исцелении. Поэтому дуа – основной способ борьбы с колдовством. Также мы узнали, что очень полезно знать, где находится предмет колдовства. Ведь ангелы сообщили Пророку, салаллаху алейхи вассалям, что предмет был в колодце. А Аиша спросила – разве ты не вытащил и не уничтожил его? Это означает, что для большинства из нас будет полезным найти предмет и уничтожить его. Однако мы также узнали о том, что не обязательно уничтожать предмет колдовства, чтобы избавиться от колдовства. Согласно одной из версий хадиса, наш Пророк, салаллаху алейхи вассалям, не уничтожил предмет, а сказал, что Аллах исцелил его. Затем он приказал закопать этот колодец. Согласно другому хадису, ангелы читали суры «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас». Согласно еще одной передаче, эти суры были ниспосланы именно по причине этого случая. Таким образом, суры «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас» являются самыми сильными лекарствами от колдовства. Я ищу защиты у Господа Рассвета от колдуний, поплевывающих на узлы. «Нафатат» — это колдуни, которые дуют на узлы. Это один из видов колдовства, когда колдун берет какой-нибудь предмет, например, волосы, и читает на него заклинание, как на кукол вуду. Поэтому Аллах ниспослал аят. «Я ищу защиты у Господа Рассвета от колдуний, поплевывающих на узлы». «В этой суре мы просим у Аллаха защиты, в общем, от зла джиннов. А джинны являются причиной колдовства. Итак, мы поговорили о трех историях. О Мусе, Сулеймане и Пророке Мухаммаде ﷺ. Из этих историй мы узнали, что колдовство — это истина. Мы не можем это отрицать. Об этом ясно сказано в Коране и Сунне. Из этого всего возникает вопрос, что же такое сихр? О том, что такое сихр, мы поговорим в следующей части нашего урока. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok